Бизнес, инвестиции, бюджет, привык. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. Начались инженерные изыскания на месте будущего предприятия по сортировке мусора. Разместиться оно по планам должно в Ленинском сельском поселении Слободского района. При этом построить объект хотят на месте уже действующего полигона, чтобы не вовлекать свободные земли, пояснили в Министерстве охраны окружающей среды Кировской области. Сейчас компания «Передовые проектные решения» проводит комплексные изыскания участка. Завершить их хотят до конца ноября, после чего будут выполнены проектные работы и дана оценка воздействия объекта на окружающую среду. Для создания нового объекта будут привлечены средства инфраструктурного кредита. Он уже одобрен правительством страны. Новое предприятие будет включать в себя линию сортировки, отходов и объект компостирования. Также планируется, что на площадке расположатся мощности по переработке отсортированного вторсырья. Экономика. 43 мини-маркета в Кирове закрылись или перестали торговать спиртным. Чуть более полугода прошло с момента принятия в регионе новых алкогольных ограничений. О результатах действия документа поговорили на заседании Комитета по законодательству и местному самоуправлению ЗАГС Собрания. С 1 марта 2023 года зафиксировано 179 фактов продажи спиртного в точках, расположенных в многоквартирных домах. Рассмотрено более 100 дел. 43 магазина были вынуждены закрыться, сменить вид деятельности или прекратить продажу алкоголя, рассказал представитель УМВД подполковник Вячеслав Песлегин. Порядка 100 магазинов в 24 часа продолжают работать, так как не попадают под действие запретом. Находятся в пристроях к домам в отдельно стоящих зданиях, либо расположены в нежилых помещениях. При этом такие магазины порой продолжают торговать алкоголем ночью, так как штрафы за это нарушение настолько низкие, что торговцы их не боятся. В эфире экономика. Кировчане рассказали, как справляются со стрессом из-за работы. Исследования провели аналитики Headhunter. Лидирующим методом борьбы со стрессом кировчане называют полноценный сон. Так ответили 55% респондентов. 42% предпочитают выговориться в диалоге с близкими. В спортзал идут 36% кировчан. Четверть опрошенных стресс заедает. У 13% средством спасения от нервной работы стала медитация или дыхательные упражнения. Причем некоторые медитируют прямо на рабочем месте. 11% рассказали, что принимают различные лекарства, в том числе антидепрессанты. 10% признались, что снимают стресс с помощью алкоголя. К работодателю для решения рабочих проблем идут только 8% опрошенных жителей Кировской области. Что касается работодателей, то аналитика показывает, что 86% из них никак не помогают сотрудникам бороться со стрессом. 5% компаний дают возможность работы сотрудников с психологом. Мария Кожевникова, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика».